Награда за достижения. Школьники, которые добились высот в спорте, теперь будут получать стипендию. Такую поддержку им окажет фонд социальных проектов Александра Локтева. Подробности в следующем сюжете. Любые начинания детей, будь то спортивные, творческие, нужно поддерживать. И тогда можно вырастить титулованного чемпиона или талантливого художника. В этом уверен Александр Локтев, председатель фонда социальных проектов. Стой проект фонда – это спортивные стипендии. Мы его запустили на базе школы железнодорожного района. Школьник хорошо учится на 4,5, имеет разряд не ниже первого взрослого, имеет право получать стипендию 2000 рублей ежемесячно до окончания четверти. Потом просматривается ведомость оценки и дальше смотрим, чтобы без троек был. Мастер спорта России, руководитель Центра смешанных единоборств ТОП-ТИМ. Александр Локтев не понаслышке знает – любая, даже малая поддержка может привести к большим победам. Сегодня спортсмены, которые уже добились высот и к тому же не отстают в учебе, получили свои первые стипендии от фонда социальных проектов. Хотел сам пойти на футбол, но отец сказал, чтобы я пошел в единоборство и отвел меня в Тэквондо. Ну и достижения, вот, недавно были соревнования в Казахстане, занял второе место там. Хотел получить мастер спорта, ну и Олимпиаду, наверное. И это не единственный проект фонда. В 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне был объявлен конкурс рисунков. Свои работы на военную тематику отправили сотни детей. И вот лучшие авторы получили призы, а также вкусный лимонад от Барнаульского пивоваренного завода. Я сама патриот, и то есть мне всегда завораживали темы о Великой Отечественной войне. И получается, я нашла фотографию солдата, который перед атакой держит крестик в руках. Мама, конечно, гордилась мной, и она была уверена, что какое-то место я в любом случае получила. И получается, не знаю, это волнение. Я когда со сцены пришла, у меня ноги тряслись. Успех зависит не только от желания ребенка заниматься спортом или творчеством. Важны условия. Эта площадка в индустриальном районе открылась в прошлом году. И теперь детвора домой не ногой. В 2016-м подобные парки развлечений появились в 10 дворах. Все благодаря поддержке фонда социальных проектов. И, как говорит Александр Лохтев, в этом году таких площадок будет открыто не меньше. Елена Создравных, Антон Червяков. Новости.